Это не военные действия и не террористические Акт, а испытания новые модели бронированной машины. Под нее подкладывают килограммы взрывчатки, однако корпус автомобиля остается целым. Как его удалось сделать таким прочным? Продолжение следует... Грузовики. Одни из самых прочных в мире. Который регулирует производство бронированной специальной техники. Он является, пожалуй, самым жестким ГОСТом в мире по обеспечению пулестойкости производимых изделий. Грузовики и микроавтобусы, груженные деньгами, отправляются из монетного двора в аэропорт Внуково. Они везут наличные для жителей целого региона. Ответственность огромная, но инкассаторы спокойны. Это просто груз, не больше. Обычные мешки, которые надо отвезти с пункта А в пункт Б и не более того. Лозунг инкассаторов «Моя машина – моя крепость». Машина теплая, хорошая. Зимой тепло, летом кондиционер. Поэтому машине очень комфортно, да. И то, что она бронирована, это, можно сказать, стопроцентная вероятность того, что в машине ограбление не может быть, если она закрыта. Александр Куликов работает водителем-инкассатором более 10 лет. Механизм своего броневика он каждый день осматривает лично. Машина тяжелая, но благодаря усилению ходовой части, ее подвижность и маневренность сохранена. Для инкассаторов это жизненно важно. Ведь к объекту, с которого надо забрать деньги, они подъезжают практически вплотную. Дверь к двери. То есть, как бы, достаточно для того, чтобы можно было маневрировать удачно и везде подъезжать, в любом месте. Хороший обзор – также важнейшие условия безопасности. Естественно, все недостатки и странности подметить вовремя и сообщить инкассатору. Инкассаторы выходят из машины, а я осматриваюсь по сторонам. Естественно, сад вперед, у меня зеркала, с помощью зеркал слежу за обстановкой по кругу входа в хозу. Подмосковная Фрязина. Здесь находится одно из крупнейших предприятий по производству бронированных автомобилей, которое каждый год выпускает несколько сотен машин специального назначения. Большую часть спецавтомобилей делают на базе уже готовых машин известных производителей. Это полуфабрикат для будущего броневика. Чтобы сделать обычный микроавтобус броневым, его нужно практически создать заново. После разборки машины от нее остается лишь каркас. Все укрепленные части подгоняются с точностью до миллиметра. Выполняется первый макет из наиболее дешевого материала, в частности фанеры. Проходит окончательная подгонка, согласование всех допусков. Потом на основании этого происходит корресировка рабочей конструктской документации. И уже окончательно выпускается бронекомплект для установки на первый автомобиль. Сердце производства – механический цех. Здесь делают всю начинку и все элементы бронезащиты для будущих супермашин. Броня, пришедшая со сталилитейных заводов, поступает именно сюда. Здесь, на специальном оборудовании, производят ее раскрой. То есть вырезаются броневые детали. После этого изготавливается всевозможный набор специальных крепежных элементов на гибочном оборудовании, на токарном оборудовании. Когда броневые части готовы, они отправляются в цеха сборки. Так выглядит цех бронирования тяжелых автомобилей. Здесь из российских Уралов и Камазов делают настоящих бронированных монстров. Все элементы отделки, убрана вся электрика, оставлены только основные узлы, которые не будут затронуты или перемещены в процессе бронирования. Требования к прочности крайне высокие. При возможном нападении попадание внутрь автомобиля поражающих элементов не допускается. Ни одна пуля или осколок не должны попасть в пассажиров. При этом защищена не только кабина водителя, но и подкапотное пространство, днище и топливные баки. А бронекапсула для перевозки личного состава усилена особо надежно. Кресло складывается. Видите, оно в подвесе. Подножка для ног. С тем, чтобы ноги не касались пола. Это противоминные кресла, спроектированные российскими разработчиками. По уровню защиты они опережают большинство мировых аналогов. Разработана и рассчитана, и многократно испытана демпфирующая система самих кресел, которая принимает на себя, в общем-то, энергию взрыва. И самое главное, чтобы обеспечить непревышение предельных нагрузок на непосредственно того человека, который находится в данный момент на автомобиле. Максимальная перегрузка, которую может выдержать здоровый взрослый человек – 17G. На испытаниях этого кунга под ним взорвали 8 килограммов тротила. Даже при такой силе взрыва перегрузка внутри капсулы составила лишь 15G. То есть меньше предельно допустимым. Взорванный грузовик до сих пор стоит на заводской спецстоянке. Люди остались бы живы. Более того, те повреждения, которые по разработанным методикам оцениваются, которые, например, все, они бы не превысили так называемые средние степени тяжести. И даже зачастую без потери работы либо боеспособности. Изготовление бронестекол – один из самых технологически сложных процессов производства. Бронированное стекло представляет собой многослойный пакет из особым образом обработанного стекла и связующих пулистойких и противоосколочных пленок. Мне не очень легко его сейчас держать. То есть броня, стальная броня подобного уровня защиты легче практически в два раза. На заводе хранится образец, который получил повреждения не на полигоне, а при реальном нападении. Поэтому стекло стреляли из автомата Калашникова. Разрушение одного слоя противоосколочной пленки. Но стекло сохранило свою пулистойкость. И, как вы видите, его внутренняя поверхность полностью обеспечила защиту того человека, который находился в данном автомобиле. Производители постоянно совершенствуют технологию и применяют более современные материалы. Вследствие этого вес бронестекла постоянно уменьшается, а его прочность растет. Разработки ведутся и в области поиска альтернативы стальной броне. Сегодня бронемашины усиливают не только старью, но и композитными материалами, аромидными волокнами и высокомодульными полиэтиленами. Достоинство такой брони в том, что она гораздо легче. Но есть недостаток. Броня становится менее живучей. Вот пробития нет. Но при этом происходит достаточно серьезное разрушение самой поверхности. И фактически при повторном попадании в этот желемет очень высокая вероятность, в общем-то, прострела. Одна из главных задач бронемашины не только защитить пассажиров при обстреле или взрыве, но и покинуть место нападения. Колеса – самое уязвимое место у любого автомобиля, но только не у броневика. Его колеса защищены особыми пулестойкими вставками. То есть это специальные вставки, которые сами при попадании в них боеприпасы не разрушаются, позволяют автомобилю продолжить движение со средней скоростью 50-60 км в час на расстояние 80-100 км. Бронирование автомобиля может быть открытого и скрытого типа. Машина открытого бронирования изначально предназначена для выполнения специальных задач армией и силовыми структурами. Скрывать здесь нечего. Но есть автомобили, взглянув на которые, не специалист не догадается, что они покрыты броней. В гражданском секторе, в который входят, ну в том числе и охранные структуры, службы инкассации, всевозможные службы спецдоставки ценных грузов, переписки, ценностей, а также перевозка випперсон, практикуется так называемое скрытое бронирование. С тем, чтобы автомобиль не отличался, или в основном не отличался от базового транспортного средства. Такие машины заказывают не только из соображений имиджа, но и с целью повышения безопасности. Ведь если преступник не будет знать, что автомобиль бронированный, то при нападении он будет использовать легкое оружие. Если автомобиль бронированный, и заумышленник планирует все-таки причинить вред его владельцам, в таком случае, ну, условно говоря, он уже пойдет на дело с гранатометом, а любой бронированный автомобиль, это, к сожалению, не танк, да, он имеет свой уровень защиты. Директор предприятия сам ездит на бронированной машине собственного производства. Теперь ему не страшен ни один неуравновешенный водитель. Никакой хулиган с бейсбольной битой или травматическим пистолетом сделать ничего не сможет. Кроме брони, на этих машинах устанавливают дополнительные дверные запоры. Без специальной гидравлической техники вскрыть бронекапсулу невозможно. При этом ходовые качества машины, маневренность и способ вождения остались прежними. Одно из условий, которое было заложено при создании этого автомобиля, чтобы максимально сохранить все потребительские характеристики базового автомобиля, в частности, касаемо управляемости, травматных качеств автомобиля, а также обзорности. Несмотря на то, что на машине установлены бронестекла и усиленные рамы, обзор не сузился. Тем не менее, водителям, которые все-таки решили пересесть на бронеавтомобиль, рекомендуется проходить спецподготовку или, как минимум, потренироваться на полигоне со специалистом. Надо помнить, что вы везете несколько лишних сотен килограммов, и, соответственно, учитывать это при манере движения и при соблюдении дистанции от впереди идущего автомобиля. Помимо переделки готовых машин сторонних производителей, на заводе делают и свои собственные автомобили. Рождение новых моделей начинается в конструкторском отделе. Здесь разрабатывают техническое задание, создают 3D-модель будущей машины, производят макетирование, отрисовку и деталировку всей комплектации. Работаем для людей, для их безопасности. И как-то пытаешься более осознанно пытаить дело, потому что отвечаешь за жизнь людей, поэтому стараешься сделать любые стыки, перекрытия, все по максимуму. Все конструкторы бронемашин – молодые люди, не старше 35-ти. Михаил совсем недавно закончил Бауманский университет. Производство броневиков считает не технической, а в первую очередь творческой работой. И когда видно плоды своей деятельности, то есть можно пойти посмотреть, пощупать, и это очень интересно. И, в принципе, реализуют все свои желания. Автомобиль со звучным названием «Булат» сделан на базе КамАЗа. Правда, шасси – это единственное, что от КамАЗа осталось. Модель разработали совсем недавно и сейчас обкатывают. Штатный водитель-испытатель в этом автомобиле чувствует себя как в танке. Машина просторная. Я говорю, даже большой человек, как я, могу свободно садиться, и ничего мне не мешает. Хороший обзор. Легкий, свободный руль, легкие тормоза. Управление очень легкое. Эта машина предназначена для армии, а значит, сначала ей предстоит пройти госиспытание. На полигоне в подмосковных броницах – смотр военной техники. Сердце военной автомобильной техники, потому что именно здесь, в этом месте, военная автомобильная техника получает путевку в жизнь. Гусеничные и колесные тягачи, автомобили многоцелевики, бронетранспортеры, десантные и штурмовые машины показывают максимум своих возможностей. Вы имели возможность посмотреть, как ведет себя эта техника в боевых условиях на этом полигоне. Я думаю, что это лучшая характеристика возможности российского ПК. От того, как техника покажет себя на этом смотре, зависит, заржавеет ли она, простаивая в гаражах, или, может быть, даже выйдет участвовать в параде на Красной площади. Военная автомобильная техника очень специфическая техника. Нет ни одного рода и вида служб, где бы ее ни было. Это межвидовая структура, система. Условно говоря, без вращающихся колес и гусениц не двигается у нас ни один род войска. Момент проверки на прочность. Подрыв номер один. Под днищем броневика пакет взрывчатки мощностью 600 граммов в тротиловом эквиваленте. Чтобы оценить воздействие взрыва на живой организм, в машину поместили свинью и трех кроликов. Целы и невредимы остались и животные, и автомобиль. А это имитация наезда колесом на фугасную мину. Под правым задним на этот раз два килограмма тротила. На защиту от взрыва такой мощности машина не рассчитана. Тем не менее, ее корпус остался цел. Ходовая часть машины вышла из строя. Однако корпус хоть и поврежден, но все же не разрушен. А значит, жизнь возможных пассажиров в реальной боевой обстановке была бы спасена. Никаких деформаций, проникновений, продуктов горения не было. И автомобиль, в общем-то, продолжает даже его покидать можно, потому что двери были не перекошены, не заблокированы, а они, в общем-то, полностью сохранили свою работоспособность. Одни из самых главных заказчиков бронеавтомобилей – службы инкассации. Их машины оборудуют защитой третьего класса. На каждый микроавтобус ставят около полутонны брони, которая должна защитить охранников от стрельбы из автомата Калашникова и всех видов пистолетов. За последние уже много лет классического нападения на инкассаторский автомобиль, то есть это с его обстрелом, погоней, не было. Потому что и возможные, и вероятные злоумышленники уже прекрасно понимают, что это, собственно, бесполезно. Все попытки ограбления инкассаторов происходят, как правило, при посадке и высадке, то есть вне автомобиля. На саму машину нападать бесполезно. Если для инкассаторов езда на броневиках – производственная необходимость, то частные лица в последние годы стали использовать бронированные авто все реже. Броневик стал атрибутом роскоши, а не необходимой меры безопасности. Такими автомобилями принято щеголять наравне с яхтами и особняками. Тем более, что достигнув высот в обеспечении пули непробиваемости, производители, наконец, пришли к тому, что безопасность может быть легкой, ненавязчивой и комфортной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова